Я сказала, сколько мне лет? Шесть. Она сказала, уже вижу просто, что ты взрослая. Кто-то кушать не хотел. И тем не менее, что у нас тут осталось? Поставила ребенку марушиную. Она даже бегом аж не бежит его кушать, да? Прямо какие-то у меня деревянные ноги иду. Еле переставляю. Довольная, счастливая, да, Настя? Да, Настя. Всем привет. Начинаю новый влог. Иду, девочки, в садик за Настей. У нас сегодня жарко, тепло. Я в новой одежде купила на темернике. Предыдущее видео, смотрите, показываю темерник и что я там приобрела. Я очень довольна новой одеждой. Честно говоря, она такая легкая, такая дышащая. И шлепанцы такие хорошие. Мне нравится. Взяла сегодня солнечные очки. Вот. В общем, сегодня Настя вечером со мной. Завтра у нас целый день со мной. Что мы будем делать, еще не знаю. Ну, посмотрим. Трава уже высокая выросла. Такие кустики интересные, мне нравятся. Там у нас солнце прямо палит на аллейке. Ну, хорошо, что есть тропинка. Можно пойти по тропинке вот здесь. По тенечку. Ну, вот иду потихонечку. Хочу показать, как я выгляжу. Все, Настю я забрала с садика. Идем на детскую площадку. Захотелось ребенку покататься. Тут детская площадка вот такая. Интересно, а что это за цветочки тут? Дерево такое с цветочками. Всем привет. Мы сейчас сидим в площадке. Мы идем домой с садика. Я вот Настю спрашиваю. Настя, как там вы отметили твой день рождения в садике? Потому что я не знаю, ты мне не рассказывала. Дома-то мы уже знаем. Там мы снимали уже. Вы не знали, как у меня все в садике прошло? Все прошло так. Я прошла в садик. Потом Альяна сказала, что уже узнала, потому что я взрослая. Взрослая? Сколько лет? Она сказала, я сказала, сколько мне лет? Шесть. Она сказала, что уже вижу просто, что ты взрослая. И потом мы пошли в группу. Поели нормальную еду, потом барни с соком. Угощение было барни с соком? Потом водили каравай. И я выбрала Женю, Настю и Мишу. В общем, каравай водили вокруг тебя, да? Поздравляли тебя все детки. И водили по желанию. А когда мы прям проснулись, мы пошли в этот, как там, на танцы. И меня там тоже поздравляли, потому что у меня день рождения. Я сказала Елене Михайловне, что у меня сегодня день рождения. И потом, когда уже заканчивалось, когда уже заканчивалось это, ну, танцы заканчивались, тогда меня поздравляли. Мы танцевали, танцы свиточки. Это вот так, потом вот так, потом вот так делаешь и хлопаешь. То есть подняли, то есть вот так садишься и хлопаешь. Вот такой танец. И меня потом обняли и поздравили. Сказали, там, всего здоровья, все такое. В общем, весело, да, было? Ага. Особенно сладко. Ну, я рада, что тебе понравилось. Ну, все, идем дальше. На одну площадку пошли, там все качели были заняты. Сейчас мимо шли, смотрим, качелька одна свободная. Ну, сейчас чуть-чуть покатаемся и домой пойдем. Настю спрашиваю, Настя, ты кушать хочешь? Она, нет, не хочу. А будем кушать по-походному? Давай. Ну, я решила сварить в мундире картошечку, яички с мятку Настя любит. И вот огурчики, помидорчики, хлебушек. Ну, вот это она кусочек поела и наелась. В общем, мы будем сейчас ужинать по-походному, да, Настя? Да. Кто-то кушать не хотел. И тем не менее, что у нас тут осталось? Хлебушек, одна картофелина и помидорчики сейчас Настюля съест, да? Ну, вот. И яйца, и картошечку, овощи поели. Наелись? Да, Настюля? Наелась? Ну, вот ребенок хоть поел хорошо. Вот надо ребенку давать, наверное, походную еду, когда ребенок не хочет есть. Тогда покушает что-нибудь. Компот будешь? Или мороженое? Умоешься. Умоешься. Ты будешь компот или мороженое? Какое мороженое? Ну, какое мороженое? Пломбир, как мороженое. Или компот, а потом мороженое попозже. То есть, ну, мороженое попозже. О, Настюля что-то рисует. Что ты рисуешь? Принцессу. Принцессу? Угу. Молодец. Тебе удобно тут сидеть в этом уголочке, да? Поставила ребенку мороженое. Она даже бегом аж не бежит его кушать, да? Пусть чуть-чуть растает, да, Настя? Ну, давай рисуй, рисуй. Вот Настя нарисовала принцессу. Такую вот красивую. Теперь будет кушать пломбирчик, да, Настюля? Да, Настюля. Садись, кушай. Кушай по чуть-чуть. Насте я вот эти вот закулачки решила подарить. У меня есть еще. Вот так вот вечер у нас с Настей проходит, да, Настюля? Еще часик, и уже за тобой приедут родители. Ну, завтра мы с тобой целый день вместе. Утром тренировка, а потом со мной будешь. Я поеду на тренировку своим домом, не знаю, какая там другая колеса не потеряю меня. Угу. Ну, ладно. Так, родители позвонили, сказали. Уже, уже сейчас поднимаются. Сейчас поднимутся, Настюля. Скажи моим девочкам всем пока-пока. Пока-пока. Ну, вот и все, девочки мои. Настя пошла домой. Я хотела сейчас видео начать монтировать, но я чувствую, что у меня спина разламывается уже. Конечно, был сегодня очень насыщенный день. Очень много я на ногах сегодня день провела. Поэтому я сейчас просто лягу и буду смотреть телевизор. А монтировать я лучше завтра утречком пораньше встану и помонтирую. Вот. Ну, завтра Настю из тренировки забираю, и мы с Настей целый день проведем вместе. Поэтому могу вам сказать спокойной ночи. Утром увидимся. Всем доброе утро, девочки мои. Только проснулась. 7 часов утра и пью кофе. Срочно-срочно пью кофе. Мне нужно побыстрее сейчас смонтировать видео и к 11 часам бежать, забирать Настю из тренировки. Они тренируются сегодня на стадионе, поэтому время терять даром не будем. Быстрее-быстрее сейчас надо все сделать. Потом уже будет некогда мне монтировать видео. Вообще у меня очень насыщенные вот эти дни. Вчера целый день я с утра побежала на темирник, на рынок за вещами. Потом уже немножко отдохнула за Настей, поехала. И уже вечером не было сил у меня монтировать видео. А сейчас надо это все сделать. И потом целый день я буду с Настей опять до 9 часов вечера. А завтра с утра, с утра уже меня ждет дочка. Нужно будет посидеть с Дэней. И я отпустить ее обещала. В салон она записалась. У нее уже поездка на днях. Вот прям вот-вот скоро. И в понедельник должен ко мне опять приехать квартирант по имени Милочка Кошечка. Так, ну все, девочки, что делать? Вот такая жизнь, беготня, суета. Ну, нужно детям помогать. Так, все, я, короче, быстренько пью кофе и пошла монтировать уже. Погода сегодня хорошая. Все, девочки, выскочила я и бегу уже быстрее за Настей. Монтировала видео с самого-самого утра. Уже надеялась, закончу. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть не закончила. Ну, приду, уже буду заканчивать. А сейчас я бегу. Тут рядышком. Стадиончик, они там занимаются. Вообще, вот за что еще люблю лето, то, что можно сразу раз прыгнуть в штанишки, в шлепанцы и помчала. Не нужно кучу одежды надевать на себя. Вот это мне нравится. На улице тепло, хорошо, прямо. Все, учимся. Я вчера на темирнике находилась. У меня ноги до сих пор болят. Прямо какие-то у меня деревянные ноги иду. Еле переставляю. Так это я еще диклофенак вчера выпила, перед тем, как на темирник ехать. Я знала, что я устану. Я заранее выпила таблеточку диклофенака. И у меня уже, наверное, отпустила. Вечером я когда легла спать, и только тогда почувствовала, как сильно у меня болят ноги. Так, все, уже скоро придем. Ой, вот эта школа у нас через дорогу. Раньше вообще тут этого забора не было. Потом поставили забор, но было несколько входов. А сейчас сделали вход один. Надо вот прям, где ворота, там вход заходить. Ну, сейчас иду-иду, бегу. Ну, там большой стадион. Я уже вам как-то снимала его. Хорошо, что здесь сделали отдельный вход на стадион. Не там, где территория школы, а стадион. Вот она, моя внучечка на самокате. Довольная, счастливая, да, Настя? Привет. Ну, что, получается на самокате кататься? Давай. Ну, в общем, мы сейчас пока еще покатаемся на самокате тут погуляем. Вон там футбол играют. Вот сколько спортсменов тут сейчас занимается у нас. Тут еще вот есть волейбольная площадка. В общем, много всего. Короче, будем пока гулять, пока она не накатается. Ее домой сейчас не загонишь. Все, Настюше говорю, давай я там присяду где-нибудь в тенечке под деревом на лавочку. А она, чтобы по аллейке покаталась. Сейчас найдем. Тут лужи какие-то. Сейчас найдем местечко. В общем, короче, я тут пристроилась на лавочке, сказала Настю там до поворота и обратно. И вот сюда, до лужи. Этого места хватит, чтобы покататься на новом самокате, пробовать его. Вот видите, сколько тут у нас спортсменов. Большое поле такое. Я давно уже сюда, честно говоря, не ходила. Вот она, спортсменка. Ну что, устала, что ли? Да, давай немножко посидим. Ты сюда сидеть пришла или кататься? Давай немножко посидим, отдохнем. Я тут долго шла, а я долго катилась. Ладно. Устала наша спортсменка, села на лавочку, отдохнула. Ну, сейчас посидим чуть-чуть, покатаемся, еще и домой пойдем. Все, Настя быстро накаталась. Но она завтра еще вернется на стадион. С мамой уже пойдет, мама выходная будет. А сейчас говорит, ну давай поехали в сторону дома. Сама изъявила желание. Может уже проголодалась. Ну, сейчас поедем в сторону дома. Она пока еще учится на самокате, как я понимаю. Но у нее неплохо получается, я смотрю. Ну, ничего, еще научится будет гонять. Так, ну все, Настюля уже рисует, сидит. Я сейчас закончу быстренько видео и что-нибудь приготовим, покушать. Да, Настя пока кушать, говорит, не хочет. Ну, что-нибудь сделаем. Там все, мне осталось буквально вот совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуточку осталось. Сейчас доделаю, музыку накладываю уже. Так, сегодня у нас с Настей обед. Вчера был походный, а сегодня у нас как в ресторане стол мы решили накрыть. Красиво, цивильно, с салфеточками, да, Настя? Вот, на салфеточки, если что, можно что-то положить или руки вытирать просто. Ну, все, сделала пюре, сосисечки. И, в общем-то, мы любим не салат, а кушать любим так. Огурчики, помидорчики порезаны. Розовый помидор вкусненький такой. Я уже посолила чуть-чуть. Ну, и компотик сейчас покушаем. И будем смотреть. Мы с Настей сегодня смотрим видео, разные влоги. И Дочкин, и мой. В общем, день рождения уже посмотрели. Сейчас будем смотреть. Смотрим уже другой. Смотрим фильм с Настей. Смотрим «Огненный десант» называется. Ну, про пожарников. Интересно, приключенческий. Ой, хорошо, что Настя там хоть играет. Там сама со своей игрушкой. Девочки, вот чтобы вы понимали. Я начала сегодня монтировать видео «Рынок Тимирник». В 7 часов утра я проснулась. Кофе быстренько попила. И в минут 28 я уже села монтировать. И вот 20 минут 6 вечера я закончила уже видео. Публиковала его вам. И что у нас получается? Что монтировала я его. Еще там не до конца домонтировала. О, на улице там, видите, дождик у нас пошел. Идет дождь. Не до конца домонтировала. Побежала на тренировку. Забрала ребенка. Потом домонтировала. Потом мы покушали. Пока выводилось видео. А видео выводилось долго. Вот только недавно, в 5 часов, я это видео проверила. Сейчас его загрузила на YouTube. И вот сейчас только я освободилась. Представляете, сколько у меня времени уходит на одно видео. Так, ну все. Теперь мы можем включить что-нибудь, посмотреть интересное еще по телеку. Все, садимся с Настей кушать плов. Настя говорит, хочу с майонезом, иначе не хочу. Я для этого купила, девочки, специально легкий майонез. Вот, 15-процентный. Это майонезный соус. Ну, он на вкус как майонез. Но в то же время не такой жирный, как обычный майонез. Вот. Потому что обычный майонез она просила, а я ей не давала. Ну, вот этот я дала, разрешила. Ну, моя тарелочка разогревается сейчас. Я положила себе еще помимо плова, еще и капусту тушеную. Буду еще с капустой. Настя капусту не захотела, помидорчики и огурчики будут кушать. Я Настену расчесала. Я говорю, Настя, а что ты с хвостиком? Кто тебе сегодня утром делал хвостик? Она говорит, папа. Я говорю, что косичку не сделала? Папа не умеет косичку заплетать. Я говорю, ну вот папе покажи, как можно сделать, чтобы, если не умеет, косичку заплетать. Можно просто сделать хвостик. Хвостик он умеет сделать. Потом ниже сделать еще хвостик, зажимчик, еще зажимчик. В итоге, получается, плести ничего не нужно, но с другой стороны волосы собраны, и они не будут путляться, вот так. Ну что, собрались? Всё, мама пришла за Настюля. Всё, нормально провели время. Всем пока-пока. Спокойной ночи. Пока. Всё, давайте. Всё, отдыхайте. Хорошо. Хорошо. Ну вот и всё, мои хорошие. Проводила я Наташу с Настей. С Наташей чуть-чуть посадили, пообщались, и всё, они пошли домой уже, баеньки, спаточки. Вот. Прекрасно мы с Настей провели выходной день сегодня, и фильм там посмотрели один-другой, и кушали всякую разную еду вкусную. Ну, дождик пошёл, к сожалению, так бы, может быть, пошли бы ещё и погуляли. Ну и так хорошо провели. Дитё игралось, рисовалось, всё, что угодно делала. Вот. А сейчас, сейчас я буду готовиться ко сну. Завтра утром мне нужно будет ехать к дочке. Я уже пообещала, что я завтра утром приеду, так что я в 9 часов должна уже выдвигаться. В 9.30 она меня ждёт. Вот. И отпустить её в салон. Ну, у неё тоже завтра кое-какие дела, много дел, потому что она собирается в поездку. Ну, об этом вы узнаете уже от неё. Она вам сама всё расскажет, что, куда, чего. Вот. И уже завтра, либо завтра я привезу Милку, либо послезавтра. Но, в любом случае, что будет завтра уже, узнаете в следующем видео. Сейчас я вам сказать ничего не могу. Почитала я сегодня ваши комментарии. И хочу сказать всем спасибо. Очень приятные комментарии. Это под видео, день рождения, где мы отмечали новоселье. В общем, радуйтесь вы вместе со мной за то, что у сына, у невестки, у их семьи появилась, в общем, квартира собственная. И теперь, да, это очень-очень здорово, приятно. Кто-то написал даже такой комментарий, что квартиру эту ждали больше, чем я. И тоже очень рады. И что теперь, наконец-то, я смогу заняться какими-то своими планами. Я, честно говоря, задумалась под этим комментарием и думаю, что это может изменить. А то, что у меня сын переехал в квартиру собственную, что это может изменить в моей личной жизни. У меня как были внуки, так они и есть. В общем, так же Настю с садика забираю, провожу с ней дни, когда родители ее оба работают. У них просто графики разные. Наташа работает 2-2, а у сына 5-2 график. Поэтому, когда у них совпадают графики, естественно, забираю Настю с садика. Я, если у них графики совпадают на субботу вместе, значит, субботу проводим с Настей целый день. Вот так. Вот, так что на мою личную жизнь это никак не повлияет. Вот так же, как я и снимала, и буду снимать. Так же с внуками, как я занималась, так и буду заниматься. И, в общем, мои планы от этого никак не меняются. Больше времени у меня от этого не появилось. Так что непонятно. Мне этот, в общем-то, вопрос, если это был вопрос. Вот. Ну, а то, что вы за меня радуетесь, я тоже очень радуюсь. Ладно, девочки, не буду я вас забалтывать. В общем-то, немножко подустала я, конечно. И хочу уже лечь, отдыхать. Сейчас быстренько принять душ. И скоро у нас начнется Евровидение. Через полчасика. И хочу посмотреть уже финал. Чем же все закончится. Ну, может быть, наша девочка победит. Ну, не победит. В любом случае, все равно финал уже приятнее будет посмотреть. Все-таки это же финал Евровидения и так далее. Вот. Поэтому я с вами прощаюсь, девочки. Пишите комментарии. Мне очень приятно читать приятные комментарии. С удовольствием отвечу, у кого есть какие-то вопросы. И всем пожелаю спокойной ночи. Ставьте лайки. Обязательно не забывайте. Лайки тоже очень приятно. Хотя дизлайки тоже делают свое хорошее дело. Ну, на этом всем пока-пока. Все. Субтитры сделал DimaTorzok